Государь, цесаревич и наследник Великий князь Алексей Николаевич, Великая Книжная Ольга, Татьяна и Мария Анастасия вместе с верными и доблестными слугами, которые от всей России принесли благобонную жертву верности помазанной кубов. Это святой мученик воин Евгений, лейб-меди, их величество, Евгений Сергеевич Боткин. Это вот маршрут князь Долгоруха, мученик Василий. Это воин-мученик, матрос Климент Нагорный, дядька цесаревич Алексея Николаевича. Это девица Анна Демидова, это слуги Государя-Императора Алексея, Алоиза Труб, Иван Халитонов, Иван Седник, это гоплектриса, Евгения Екатерина, Евгения Анастасия Генрикова и Эллина Екатерина Шнайдера. Одни были расстреляны в царской семье, другие в те же дни в Екатеринбургской тюрьме. Те и другие в застенки приняли мученическую смерть от руки изуверок и палачей. Интернациональная бригада, которую возглавляли русские. Медведев, Ермаков, Еврей Глощокин. Действовали они по приказу Свердова и Ленина и принесли жертву за весь наш народ. Но не в том смысле, в котором извращенно толкуют, называя его Царем Искупителем. Он царь мучен, Искупитель Господь Иисус Христос. И только Он. А в том смысле, в котором Он есть Отец и молитвенник за весь русский народ. И пострадав до Христа, во Христе Иисус имеет дерзновение молиться за всех своих подданных, к которым относимся ему, братья и сестры. Во-первых, как не отрекшиеся от русской нации, русской культуры и от своих отцов и прадедов, совершивших это злодеяние, попустивших этому злодеянию своим равнодушием и предательством, санкционировавших это злодеяние, как не лучшие их, как бывшие в чреслах и, кроме того, как потомки тех русских людей, которые от нашего, в том числе, лица, произносили клятву на верность Дому Романову в 1613 году. Никуда эта клятва не исчезла и во всей силе продолжает действовать, потому что, что написано, пером не вырубишь ту пару, и крестное целование не отменяется. А написано было от лица всех сословий, всех выборных людей русской земли и от всех будущих поколений русской земли, то есть и от нас с вами. Они у нас не спросили, как мы к этому относимся, а взяли и подписались за нас. И у нас только два выхода из этой ситуации, если это нам не нравится. Или чтобы это нам понравилось, и мы бы это приняли по нему. Смирение, по сути. Или от них отречься, что это не наши отцы, мы им не имеем. Выбирай каждого. И некоторые уже выбрали. И сделали не лучший для себя выбор, а худший, отрекшись от своих родителей. Став Иванами, уже не Иванами и помощями своего родства. Мы это видим, что хотя формально они прославлены, канонизированы, впрочем, это не бывает формально. Но это осталось факультативным. Кто хочет, служит. Кто не хочет, не служит. И как хочет, служит. Хочет бдения, хочет поли-или. И подтверждение этому, такая духовная уравнилка, которая пользует в том, что величие и чин этих святых исключительно для нас религией. Не верили в этой святой. Вот хотя бы сейчас вот это взяли и положили икону преподобной мученицы Елизаветы. Рядом в своем Николаевне царственной мученице. Она великая святая. Но царственные мученицы, тем более в день свод, в день их расстрелок, не могут ни с кем верстаться и равняться. Не только на земле, но и на ней. Это можно сравнить с тем, что в одном храме видели недавно на Петра и Павла следующую картину – икона первого верховных апостолов Петра и Павла. А рядом на этом же аналоге икона преподобного Паисия Святогорки. Нового святого, греческой церкви, который принят в нашем месяце Слово. О чем это говорит? О беспорядке духовном. Когда порядок, когда даже такие великие святые, как Иоанн Блатоуст, переносятся со дня своей кончины, а не просто со дня, куда они упоминаются, на другой день. То есть, день, воздвижный Господне, который был днем кончины святоуства, не является днем его церковной памяти. Переносятся. Потому что церковь учит нас уважать Иерарху, уважать порядок. Звезда от звезды – разница в славе. И на славу Солнцу, и на славу Луни. И звезда от звезды – разница в славе. Но как можно это понять? Это мудрено, когда нет понимания. Когда не с того Бог, не с того конца заходит. Но почему? Как-то само собой почитает народ Святую Блаженную Матрону Московскую. Не было книг практически. Не было трудов по ее прославлению, таких, какие были в отношении царственных мученых. Не было споров. И колоссальная очередь здесь стоят. Не только к ее мощам, но даже и к ее могилке, где она была. На Данилу Владимировичу раньше. И откуда ее выкопали и перенесли. Почему это? Ответ, братья и сестры, простой. Богу так угодно. Господь положил на сердце русским читать Блаженную Матрону. Это как бы хлоток с ним. Милость Божия. А почему не почитает русский народ царя Николая II и его семью? Это тоже от Бога. Это наказание от Бога. И все. Если бы была подобная милость, как к Матроне в отношении государя, то яблоко бы не было, где упасть сейчас в храме. И не только в нашем, но во всех храмах. И не было бы вопросов, класть рядом другую икону или не класть. Как на Николая угодника мы не кладем рядом никаких других икон. Когда ему утворим в день. Но что с этим делать? Хоть сто книг напиши. Хоть в лепешку разбейся. Это не меняется от трудов человеческих. И ни от каких призывов, ни от каких пробок задается от Бога. Только один путь, кто уветвился сердцем в любовь Государя. Кому Он воистину мил, как Человек Небесный на земле. Кто увидел в Его супружницу, императрицу. Не то, что видит. Даже те, которые почитают царя. Многие отказываются почитать императрицу. А увидели бы в ней единственную Его опору. Единственную на земле Его подлинную единомышленницу. Его подружину. Сохранившую к Нему любовь. Среди всеобщего предельства и ненависти. Как к своему единственному и возлюбленному жениху и мужу. И эта любовь только укреплялась с годами. И так как мало кто знает, что такая любовь бывает. Да и не только по этому. А прежде всего от равнодушия и безразличия. И к себе самому. И к вере, и к Церкви, и к Родине. То отсюда такая неприглядная картина. Но если кто имеет этот неподдельный, бескорыстный, ничем не вызванный, кроме этой любви интерес, то он может видеть, что только их религиозность, крайняя красота, крайнее смирение во всем открывает путь к Духовной признанности с ним. Этим они были чужды, ну, тотально всей России. Много было великих людей. Много было великих умов. Но никто так не смирился, как царь Николай II, и его супруга, и его семья Агустейшая. И супруга и дети, зять Алексея Николаевича, он слова не сказал. Ему уже было 13 лет. Он уже вступал в переходный возраст, когда государь отрёкся. И когда жилья ему открыл, что его отец не хочет больше царства, у него не возникло и мысли о своей собственной особисти, ведь он же был наследник. Царь не хочет, отец не хочет, так я хочу, я буду царством, я это сделаю хорошо и правильно. У него и тени этой мысли не возникли, он слова не сказал. Чему был крайне потрясён и поражен жилья. Он такого не видел, дети. Ни слова о своих правах, как наследие. Потому что государь отрёкся и за себя, и за него. Не спросит у него. И сын с любовью принял этот крест. У него и мысли не шевельнули, что отец лишил его. Этим всего лишил. Всего лишил. Мы, конечно, и близко этого не видим. Увы и увы. Себе прежде всего. А другим Бог судье. И эта святая семья великой святости, она оказалась недостижима по своей святости. И современникам, и потомкам. И остаётся недостижимым по своей святости. По своему чистому благочестию. Старому русскому благочестию. Без всякой тени модернизма. Без всякой отцебятия. Без всякой тени смешения с идеологиями нынешнего века. Которое началось ещё тогда, принято. Без всякой тени заискивания перед Духом мира сего. За что и были они ненавидимы, и презираемы, и уничижаемы, и оклеветаны. И эта клевета продолжается. И будет продолжаться. И многие, даже и здесь стоящие, повинны в сочувствии этой клевете. Многие отказываются им молиться, повторяя то, что с детства слышали. Но скажи в таком случае, если он кровавый, то где же тогда его слабовое? Остановись на чём-нибудь одном. Нет. Он и кровавый, и слабовомый. Не противоречит ли это одно другому? Разберечься. И если, например, всякие, почти сейчас повсеместно, говоря об участии России, оправдывают китайцев, которые потопили на площади Тянан-Мэнь в крови восстания. Уж не говоря о том, что сделал Ельцин, когда расстрелял невинных людей. Но эти люди, они оправдывают и Ельцин, и китайцы. А государя, они клеймят, хотя он этого не делал. Он не отдавал приказ стрелять невинных людей. Не говоря о том, что эти люди были не невинными, а спровоцированы. Во время войны выдвигать запрещенные требования, и знали, что они делают преступление. Но это продолжается. И это приветствует мир. Равнодушие здесь к светлой личности, к святой личности царя помазанника Божия. И гордыня, нежелание быть его подданным, нежелание подчиниться этому помазаннику, данному Богу. Это и гордыня, и то, что воротит нос, что нам не нужен помазанник, что мы и сами, с усами мы и сами отлично можем спастись. Без всякой помощи удерживающего, без всякой христианской государственности, которая миф для очень многих. И понтон. От этой-то сломости, от этой-то злобы, и глупости, и грубости душ Господь-то и не дает почитания, жажды. Скажешь, идут крестные ходы на Ганину яму. Но спрошу тебя, почему они туда идут? Не потому ли, что ночью им желательно собраться всем вместе и совершить такое мистическое действие, объединяющее в этом шествии тысячи людей? То есть, такую земную теургию, а вовсе не литургию, а не службу. Если бы это было не так, если бы мы двигали любовь и интерес к личности Государя, они бы шли бы не на Ганину яму, а на Коптиковскую дорогу. Так называемая поросенка-плох, где были тайно большевиками погребены тела царственных страдальцев. В одной яме прямо под дорогой к Коптиковску и в другой яме 30 метров цесаревича и великую княжну Марину. Их останки откопаны, они идентифицированы с точностью до миллионной запятой. И подтверждены экспертизы и генетическом, и криминалистическом, на молекулярном уровне. С помощью слечения ДНК рубашки государя, которая хранилась в Эрмитаже. С помощью слечения ДНК из эксгумированного праха Александра Третьего. Все это опубликовано и подписано и Следственным комитетом и прокуратурой. Неужели они заговорщики? Неужели они враги всех нас? Так не бывает. Бог не шутит. И не играют в жмурки с людьми. Это правда. И никто к этой правде не имеет никакого интереса. Государь, государыня, Трое великих княжон, доктор Боткин погребены в Петропавловской крепости. Сосаревич и великая княжна Мария не погребены. Хотя идентифицированы. Точка поставлена. Следствие закончено. Сделал выводы Следственный комитет и опубликовал их. Но они не признаются. Они лежат негде на ответственном храме. И мы даже не знаем где. В точности не знаем. Есть только предположения. И мы говорим это только для того, чтобы понять, что это по нашим грехам. Только потому, что мы недостойны. Только потому, что весь русский народ, весь русский народ недостоин. С каждым днем все более и более недостоин. Все более и более отдаляется от той точки, где он был ближе всего. То есть в конце 80-х годов. Когда охватило многих русских верующих жажду молиться на судах. Когда они прочитали книгу жилья. Когда они прочитали дневник государя. Когда они прочитали переписку царя и царицы. Вот тогда, с тех пор, прошло 35 лет, и мы видим совершенно другую картину. Нас уносят, как в открытое море на льду. Пустыню. Ледяную пустыню. Без различия, что это все вилами на воде написано, не про нас. Можно, конечно, с помощью каких-то пассов. С помощью каких-то наведений. С помощью каких-то искусственных приемов. Сделать так, чтобы отдельный приход. Или отдельная семья. Или еще какая-нибудь община. Высоко чтивы на судах. Но невозможно инспирировать судьбы Божьи. Судьбы Божьи совершаются над нами. И не мы их авторы. Когда мы это начнем понимать, тогда многое начнет меняться. А учиться этому следует у святых. Государь дает обильную пищу для этой учебы. Как он смирялся и предавал себя в руки Божьи. И во время войны. И под арестом. И перед смертью. Можно прочитать дневники. И в день отречения. И перед отречением. Когда это читаешь, то кому? В горле и дух захватывает. Вот. Вот это святость. Вот это религиозная высота. Есть всякая аффектация. Но как этому подражать? Как этому следовать? Надо просить у Бога покаянного. Надо просить, чтобы коснулся Бог совести. Чтобы дал Бог пересмотр. Это ревизия. Взглядов, поступков. Мнений. У государя не было своих мнений. Он держался церковной жизнью. Патехизиса. В общественной жизни. В заповеди своего Отца. И тех принципов, которых был воспитан. Не намерен был от меня. Никогда. Мы люди невоспитанные. И необразованные. И духовно. И во всем остальном. Кажется поздно уже учиться. Поздно воспитывать свою душу. Настолько она. Настолько она. Измочалена. Изоскорузла. Настолько она больна. Но каждый год. Когда служится память. Царственных мучеников. Это. Светоносная святость. Неизреченные красоты и сил. Припирают и обличают нас. Когда мы слышим стихи. Царица Александра. Составленная. На основе ее предсмертного письма. Бог исполняет мою душу. Не с глаголной радостью и тишиной. Это ее подлинные слова перед расстрелом. Душа моя ликует. Разумеюще. Яко жених приближается. Душа моя трепещет. Яко Господь близ есть. А ты кто такой. Что здесь стоишь. Ты трепещешь. Ты трепещешь. И ты ликуешь. Когда приближается к тебе. Господь. А к ней приближалась смерть. Неминуемая люта. Я на это знал. Вместе с детьми. В одном за стенки с детьми собственными. И с мужем. И надо каяться в неблагодарности. В равнодушии. В безразличии. И к царю Николаю. И к монархии православной. И к царственным останкам. Которые идентифицированы. Это что Бог зря что явил. Это ради нашего спасения. Братья и сестры. И самомнение. И гордыня. И равнодушие. Что и так сойдет. Твердит нам. Что мы и так и проживем. И спасемся. И в рай попадем. Нет. Не попадем. Нет. 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 Праздникам. Дорогие братья и сестры. Аминь.